Всем привет! Сегодня мы пришли вместе с вами на разбор гардеробок моей подруги Айгюль, она нас уже ждет, поэтому пойдемте, будем все делать вместе, я вам покажу на практике, как выстраивается алгоритм разбора гардероба, вам будет легче и более понятно. Пойдемте вместе. Открыто, мы заходим. Привет! Привет! Приветики! Ждала нас? Конечно, пойдем. Переживаешь? Да, мне нравится. Тань, что хочешь? Подлить чай, кофе? Я бы водички попила, ты себе тоже можешь что-то налить. Мы сейчас с тобой будем обсуждать все, я тебе позадаю вопросы. Хорошо. Так, пожалуйста. Спасибо. Я тебе позадаю несколько вопросов для того, чтобы понимать вообще, в каком направлении мы будем с тобой двигаться, чтобы потом уже подготовиться к шоппингу, чтобы шоппинг был максимально эффективный и очень быстрый для тебя. Я знаю твой возраст, я буду все фиксировать в телефоне, поэтому не обращай внимания, что я тут буду немножечко смотреть сюда. А я знаю твой возраст. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты свои параметры? Грудь, талия, бедра? Рост? Рост 165. А грудь, по-моему, 84. Бедра 88-89. А вот талию надо после замерить. Давай замерим, если у тебя есть сантиметр. Мы с тобой это сделаем. Сейчас зафиксируем. Мне это нужно для того, чтобы потом, когда я буду поясные изделия, например, какие-то подбирать, чтобы я сантиметры измерила и ты более вероятно попала в твой размер. Так, тип фигуры я твой знаю. Носишь ли ты очки? Нет, только линзы. Только линзы. Так, расскажи, пожалуйста, про свою работу, про должность, чем ты занимаешься. Я работаю из дома. Я не хожу ни в офис, не хожу на встречи, не провожу собрания официальные. То есть официальных визитов у меня практически нет, только если кто-то куда-то меня пригласит. Как строится мой день обычно? Мы с супругом отводим детей в школу пешком. Затем приходим домой, работаем из дома. Иногда бывает, ездим на производстве, на склад. Вечером забираем детей и можем иногда сходить в ресторан, в кино, но без каких-то там супернарядов. Просто такая повседневная семейная жизнь. Если мне нужно идти на какое-то мероприятие или на день рождения, я по случаю приобретаю что-то. К примеру, если мне нужно платье, я ищу себе платье, если есть какой-то дресс-код. А так, чтобы у меня прям был гардероб такой праздничный, у меня такого нет. И мне, по сути, он, наверное, на семье не нужен. Но чтобы сходить с мужем в ресторан, какая-то вещь совершенно должна быть у меня в гардеробе. Но в основном это повседневная одежда, комфортная. Красивая какая-то вещь. Да, мы с тобой еще по цветовой гамме потом пройдемся. А какое впечатление ты хочешь производить вообще на людей в повседневной жизни? Сложный вопрос. У психолога я тебе расскажу. Да, вообще, почему задают этот вопрос. Вот, например, у меня была клиентка, молодая девчонка. У нее тоже был свой бизнес. И я вот ее видела голубоглазые, красивые длинные волосы. Думаю, ну все, сейчас я наряжу такой яркий, красивый образ. Он будет комфортный, но при этом такой, на который захочется смотреть. Не знаешь, вот прям обернуться. А она мне сказала, я вообще люблю все. Супер спокойная. Я не люблю, когда меня замечают. Мне вот, я люблю быть серой мышкой. И так далее, и так далее. То есть нам пришлось цветовую гамму сменить. Хотя в моем представлении ей будут совсем другие. Поэтому очень важно то впечатление, которое ты хочешь производить. У меня, я сейчас скажу, что нет задачи произвести впечатление, что там я какая-то супер крутая, супер умная, супер бизнесвумен. Но при этом должно, то есть мой гардероб все равно должен соответствовать моему возрасту. То есть я не в мини-юбке с двумя детьми куда-то там поскакала. А ты в мини-юбке вообще отрицаешь? Нет, я их не отрицаю. Я в плане того, что просто я представляю мини-юбке, там кожаная, здесь какой-нибудь корсет. И я такая с двумя детьми пошла в школу. Такого бы я не хотела. Мне нравится более такой классический стиль, спокойный, без каких-то ярких, кричащих принтов. Сейчас даже, мне кажется, многие любят называть как володмани. Вот это я люблю, чтобы там брюки, рубашечка. Но при этом какой-нибудь повседневный кэжуал. Я не разбираюсь в стилях, я буду говорить, как я сама это для себя придумала. Кэжуал это какие-то джинсы, какие-то толстовки. Джоггеры, кроссовки. Вот это я тоже люблю, но без супер-балахонистой такой одежды. Ну и не приталенная. В общем, у меня нет задачи, чтобы я такая зашла в помещение. Все такие, вот это айгуль пришла. А это, вот это вау. Просто красиво по современной моде, по тенденции. Так, ты спортом занимаешься, а в спортзал включу? Нет, нет. А расскажи, пожалуйста, что тебе в себе нравится? Что ты любишь? Знаешь, иногда бывает, я люблю свои колени, и поэтому хожу в мини-юбках, и ноги нравятся. Или я люблю свои, не знаю, ключицы, еще что-то. Что-то есть, что бы ты хотела подчеркивать? Подчеркивать, и на что хотела бы. Мне нравится моя улыбка. Мне нравится, когда у меня либо прямые волосы, либо они вот собраны, ну так более-менее гладенько. Как я прям. Мне нравятся вот эти косточки, которые у меня есть, пока еще они есть. А что еще? Мне нравится, когда открыты руки. Вот это я люблю. Чтобы не было такого прям вот запечатанного всего. Так, что ты считаешь, достоинство во внешности тоже тут, можно сказать, объединился. Вопрос воедино. Есть что-то ты, что бы хотела изменить или скрывать, что бы ты, например, никогда бы не хотела показывать? Есть какие-то такие моменты? Живот. Ну, у меня... Да, потому что, как бы, после двух детей, это особая история, которую до сих пор я не привела в порядок, и я стараюсь скрывать. Вот сейчас, на сегодняшний день, какие цвета преобладают в твоем гардеробе? Серый, черный, белый, бежевый. Это основа. Но у меня иногда бывает настроение, есть яркий, допустим, пуховик, голубой или желтый пиджак, к примеру, или розовое боди. У меня есть такое прям яркое розовое боди. Но чаще, когда это осень, зима, весна, я стараюсь такой более приглашенной, а летом там уже прям яркость. Но мы сейчас будем тебе собирать гардероб больше на весну. Какие бы ты хотела видеть цвета? Готова ли ты экспериментировать? Или мы все-таки в сдержанных каких-то оттенках будем действовать? Как бы ты хотела? Я думаю, что база все равно такая более сдержанная, но под настроение можно что-то поярче. К примеру, у меня есть лиловое пальто. То есть я его люблю одеть, чтобы прям так, когда у меня настроение хорошее. Я тебе тогда предложу разные варианты. Я просто тоже всегда за то, чтобы были разные оттенки. Это под настроение у меня самой иногда я хочу. Сегодня я хочу серое, и это бомж стайл. А завтра я хочу надеть, не знаю, леопардовую шубу и яркую шляпу. Да, такое тоже под настроение. Я очень люблю, когда есть выбор. Так, еще хочу тебе задать вопросы по брендам, по магазинам. Возможно, у тебя есть какие-то любимые бренды. Да. Либо я тебе свои предложу какие-то варианты. Раньше, когда была Zara, я одевалась только в Zara, потому что их лекалово подходили мне идеально. И когда были XS размеры, у меня прям, сейчас уже, конечно, у меня S. И сейчас я одеваюсь в Lime, у меня 90% моего гардероба, это Lime. И практически любая вещь мне, то есть прям с администрации мне, я могу онлайн заказать. И практически она подойдет мне 90%. А готова ли ты рассмотреть российских дизайнеров? Да, конечно. Ну, у меня есть некоторые вещи от российских дизайнеров, девочек. Если мы пойдем в универмаг большой, поэкспериментируем, я тебе покажу. Там есть что рассмотреть. Там очень много. Да, я готова. Просто, когда приходишь большой, теряешься, там обилие брендов, начинаешь когда перебирать, перебирать, уже голова закружилась на четвертом в вешале и думаешь, да, ну, пошла-ка я в Lime, где все более-менее мне понятно. И куплю я там что-то из одежды. Ну, со мной тебе будет все проще, тебе не надо будет ничего там искать. Я все заранее приду за день, подготовлю. Так, еще я хотела бы тебя спросить про аксессуары. Любишь ли ты аксессуары, носишь? Я люблю, ношу, но, конечно, не в таком объеме, как ты носишь. Для повседневной жизни мне не очень комфортно много аксессуаров на себя одевать. Но я люблю, у меня есть в серебряном и в золотом цвете. Оба варианта, это хорошо. Да, я чаще ношу сережки, серьги, либо, ну, ты сама видишь, что у меня тоже не дикий ассортимент. Это все по минимуму, браслетик или там пару колец. Но в основном я одеваю сережки, потому что я вещаю на камеру все. Это хороший ход, правильный. И серьги попадают всегда в кадр, хотя сегодня вообще без сережек. Видимо, это из-за того, что в камере быть поярче, я одеваю какой-то аксессуар больше. Для самой части. Так, еще хотела бы спросить, как ты относишься к каблукам? У меня есть каблуки на выход. Либо это туфли, либо это босоножки, либо это полусапож, ботильон. На повседневной жизни без каблу? Нет. Я хожу в кроссовках, ботинках, либо в сапогах на плоском ходу. Угу. Интересные комбинации. А по поводу шопинга я бы хотела просто что-то новенькое. Интересно уже, когда что-то новенькое. Разбавить гардероб. Готова ли ты рассмотреть варианты, не только базовые, но какие-то тренды немножечко внедрить, там, не знаю, процентов 20. Да. Разбавить экспериментировать на тренды, готово. Скажи, пожалуйста, у меня еще остался вопрос. Есть ли у тебя какие-то иконы стиля, вот какие-то актрисы, может быть, блогеры, может быть, стилисты, вот чей стиль тебе близок, и ты прямо примерила бы на себя такие образы? Есть такие? Такой сложный вопрос. Вот ты сделала скрин или сохранила этот образ, повторила, есть такие моменты? Ну, проще посмотреть, что это, нежели назвать по именам, по фамилиям, потому что я не разбираюсь в стилистах, я не слежу за этим, потому что, ну, это другая жизнь. И если я что-то вижу красивое в Инстаграме, я подписываюсь на эту девочку, и мне ее стиль близок, мне нравится, как она одета, что я бы тоже так же хотела. Ну, вот если сегодня-завтра у тебя будут какие-то перед глазами опросы, ты мне прям кидай скрины, ладно, чтобы я понимала, в каком направлении мы можем с тобой поработать. Дальше, еще немножечко осталось, мы уже пойдем с тобой все примерять. Есть ли что-то, что я у тебя не спросила, какие-то еще важные моменты? Наверное, нет. Нет. Я не знаю, что добавить от себя. Ну, последний тогда вопрос, что ты точно никогда не наденешь? Вот я принесу, ты скажешь, ты даже не буду это примерять. Есть такие вещи? Не знаю, юбка-плиссе у меня, например, раньше была. У меня есть юбка-плиссе. Ну, это я тебе как пример. Кто-то там категорически против белых джинсов почему-то и так далее. У меня, к примеру, есть белые джинсы, я люблю, но у меня есть белая длинная юбка классная. Я ее не ношу, она мне очень нравится, но я ее не ношу. Я не знаю, как ее носить. Может быть, я тебе просто покажу, зачем лицовать? Возможно, да. Но что бы я не одела никогда, наверное, это что-нибудь такое, по типу, супер прозрачного, к примеру. Вот как ты одевалась на день рождения к подруге, платье, трусы и лифт. Я бы так не оделась точно. Поняла. Ну, и, наверное, всякие трусы в пайетку тоже не... Ну, да. Для повседневки нет. Не, понятно, на повседневку и я... И даже на выход, наверное, я бы так не оделась. Я бы чувствовала себя некомфортно. Все, поняла. Ну, мне все поятно. Сейчас пойдем с тобой все примерять. Я тебе давай расскажу, как все будет происходить. Мы сейчас с тобой все разложим на кровать. Мы все будем примерять. Я надеюсь, что ты позавтракал, у тебя хорошее настроение и много энергии. Мы все будем примерять и убирать на разные, так скажем, группы. Первая группа – это то, что классно сидит, подходит по образу жизни. Это к тебе подходит по твоему внешности и так далее. А второе – это то, что не актуально или, не знаю, скатано или не спасти, или еще что-то. И третье – это то, что классно, но, например, где-то там длину какую-то другую сделать. Или там в талии ушить, подшить. Что-то доработать, в общем. Иногда бывает две группы. Иногда бывает три. Из того, что мы с тобой отберем, если позволит твой гардероб, я думаю, что позволит, мы уже, ты уже не будешь принимать участие, я тебе буду просто собирать образы, фотографировать, и у тебя потом будет шпаргалка в телефоне. Ты в любой момент откроешь ее и сможешь собрать образ за пять секунд, зная, что с чем. И еще у меня будет также наглядно твой гардероб на фотографии, и тогда мы будем уже собирать новые образы, я, возможно, тебе буду даже внедрять на практике и твои вещи, которые мы оставим. Классно. Готова? Да. Пойдем. Пойдем. Здесь у меня гардеробная, я ее разделяю. Пойдем зайдем? С супругом, да, конечно. Так, это вещи супруга. Это вещи супруга. Здесь вещи супруга. Здесь висят мои вещи. Здесь тоже мои вещи. Здесь джинсы, брюки. Украшения. Украшения. Классно. Потом обувь. То есть ниже идет моя обувь. Здесь сумки. Это мои ремешки. Тут джемперы сложенные. Белье. И домашняя одежда. Одежда, чтобы детей в школу отвезти. Мы будем разбирать с тобой один сезон, весну. И я вижу, что здесь все как раз соответствует сезону. Ты вообще молодец, у тебя классно все организовано. Спасибо. Я потом уже после разбора гардероба тебе все по цветовой гамме распределю. Тебе надо будет потом в будущем купить одинаковые плечики, выбрать один цвет. И у тебя будет еще более гармонично выглядеть гардероб. Гардероб чисто вот даже не только из-за цветовой гаммы, которую я просто видела, но и из-за одинаковых плечиков. И мужа тоже можно купить, чтобы у вас потом глаз прям радовался. Здесь тоже все классно организовано. Мы сейчас будем все с тобой примерять. Поэтому я предлагаю нам взять сначала начать с поясных изделий. Все поясные изделия сейчас унесем в комнату, все примерим. И потом уже пойдем первый слой, второй слой, жакеты и так далее. Хорошо. В общем, ты такая молодец, что ты не хранишь. Вещи друг на друге. Ты их видишь. Это вообще частая, кстати, ошибка у девчонок. Первую вещь, которую снизу никто никогда не видит, не носит. Все, она потерялась. И мне нравится, что ты распределила все по семьям. Ты все знаешь. У тебя просто полный порядок. И когда вот вещи, например, не висят вместе костюмом, когда они по семьям распределены, проще собрать новый образ и разделять вещи между собой. Тоже молодец. Я прям хочу тебя похвалить. Все, пошли тогда берем все поясные изделия, пойдем примерять. И джинсы будем их обсуждать. Да, джинсы. Я потом тебе их тоже здесь распределю от светлого к темному, чтобы ты прям, как класс, радовался. Все, пошли? Да. Чик. Ой, сколько хороших вещей. Ой, да, ну прям. Ну это вот я тебе потом соберу образы, ты увидишь. Хорошо. Что у тебя очень. Когда много поясных изделий, это говорит о том, что очень много образов можно собрать. Мне кажется, что у меня низов как раз таки намного больше, чем верхов. Белые брюки я не буду доставать. Какие? Они от костюма тройка. Ну, они плотные или полупрозрачные летние? Я не помню. Давай посмотрим. Я не помню. Так, где они у меня? Слушай, они... Ну, они классные. Давай, давай. Их можно с джемпером в холодную погоду. Они на химчистке до сих пор на плечке. Очень красиво с джемпером, с шубой. Мы потом сейчас с тобой пройдемся по верхней одежде, обязательно все добавим. И вот у меня эти. Они с верхом, да? Они с верхом, вверх здесь у меня. Ну, водолазка такая большая. Рикотаж хранишь на полочке, тоже молодец. Так, ну все, давай по порядку начинаем. Юбка черная, плисе. Носишь ее? Носишь ее? Я ее раньше носила. Мне нравилось одеть большие, грубые такие сапоги у меня есть. Объемный свитер я носила с дубленкой. Мне прям нравилось, что не холодно. Что и в принципе какая-то история. Ну, это юбки, я не знаю, наверное, года три. Но она актуальна, понимаешь, до сих пор. Это радует. По талии она тебе как раз. Мы просто можем ее даже не примерять, потому что длина хорошая. Кожа сейчас актуальна. Юбка плисе тоже можно классно миксануть. Я бы ее, тебе что-нибудь новенькое с ней попридумывала. Давай ее оставим. Я посмотрю, что можно. Я думала, что ты ее выбросишь. Нет, она актуальна. У нее хорошая длина. Выглядит она хорошо. Там, не заношенная. Сидит тоже по-любому хорошо. Так, юбка, она идет с чем-то, с каким-то верхом? Нет. Она самостоятельная, сама по себе. Давай ее примерим. Я посмотрю, как она сидит. Давай. Наталья, не Наталья. И насколько комфортно будет тебе в ней. Насколько я в нее влезу. Да, если тебе в ней некомфортно и она будет мала, то мы ее будем убирать. Хорошо. Это моя любимая юбка. Нет, она классная. Сейчас посмотрим джемпера. Возможно, эту юбку можно будет с какими-нибудь классными джемперами миксануть. Повседневный образ. Я думаю, что я в нее уже не влезу. Если не влезешь, тогда мы ее будем убирать. Вещи, которые не по размеру, мы однозначно будем убирать. А вдруг я похудею? Купишь новые. Купишь новые. Это, кстати, юбка с первого шопинга со стилистом. И она... Так, слушай. Даже свободно. Виталию еще, может быть, здесь уберем микрофон. Зеркало. Талия на месте. Длина тебе комфортна? Да. Давай ее оставим. Здесь даже можно, знаешь, например, плотные черные колготки с грубыми ботинками. И сверху что-то свободное, спокойное. Потому что здесь будет яркий акцент уже на юбку. Видишь, она такая сложная. И мне нравится, что у нее вот здесь есть объемы. Они тебе немножечко добавляют объем. У тебя получается такой женственный силуэт. Талия на месте. Давай ее оставим, посмотрим, с чем сможем ее миксануть. И, возможно, дадим ей вторую жизнь. Все хорошо. Давай следующий. Давай тогда посмотрим, если что, я сразу что-то... Ой, вот это вообще моя любимая. Вот с этой у меня сомнение. Почему? Что, я влезу в нее или нет? Ну, давай проверим. Потому что я ее тоже люблю. И пиджак от нее просто обожаю. Так, а что где у нас молния? Я ее прям очень люблю. Жакет вот от нее можно тоже миксовать с белыми брюками. Очень красиво будет. Да? Сейчас покажу пока, девчонки. Ты переодеваешься? Давай. Девчонка просто покажу. Цветов и ими можно поиграть. Очень красиво. Давай юбку проверим, пока его обратно убери. И мы потом пособираем с ним разные образы эффектные. Так. Ты в ней сможешь сидеть? И чтобы тебе вот здесь не давило ничего. Сейчас попробуем. Ну, такая она как бы. Тесно тебе? Нет, не тесно. Комфортно? Комфортно. Ну, вот когда ты стоишь, дай еще раз на тебя посмотрю. Я ее ношу супер плотными колготками. Бедра не тянет. Темными. Сверху можно вот такой бордовый жакет накинуть. Плотные колготки и тоже горчичную водолазку. Мне очень нравится эта юбка и по цвету сидит нормально. Мне она тоже нравится. Я ее люблю. И сидит она хорошо. Поэтому давай оставим, посмотрим, с чем можно миксануть. Даже с обычным каким-то свободным джемпером можно очень красиво. С темно-зеленым. Можно с молочным. Освежит тоже образ. Поэтому обязательно помиксуем. Мне нравится эта юбка. Будет хороший акцент в образе. Так, синюю возвращаем. Да, ну давай то, что у нас подошло, мы будем убирать сюда. И я потом буду образы как раз собирать именно начиная снизу. Это юбка шорты. Это юбка шорты. Супер, ты носишь? Да, это мое самое. С чем носишь обычно? Я ношу ее с таким крупным джемпером. Как он правильно? Джемпер называется? Ну, джемпер, пулловер, коллега. Либо одеваю вот с такой штучкой. Давай покажем. Это уже на праздник что-то. Да. Ну, это, кстати, очень классно надеть с рваными джинсами. С чем-то таким нетривиальным. Не классическим женственным, нарядным. А вот с каким-то, ну, понятно, не со спортивными брюками. Это будет уже перебор. Ну, вот посмотрим, какие есть джинсы. Я одеваю обычно с боди. Ну, по классике боди. Да, и джинсы. Знаешь, как красиво будет. Ну, посмотрим, что у тебя есть. Помиксуем. Я хочу собрать на тебя образы, которые ты не собиралась. Твои же джинсы, но ты вот так вот еще, например, не миксовала. Я так хочу сделать, потому что у тебя достаточно хорошие базовые комплекты. Ну, хочется, чтобы у тебя были новые схемы в голове. Новые схема ТОСЫ. Вон мне нравится зеленый, вот здесь толстовка зеленая. У Виталия с твоей юбкой. Так, давай. Там еще есть запас поесть в ресторане. Главное, чтобы Наталья сидела. Ну, она такая. Чуть-чуть она пониже. Ну, я ее, видишь, сверху объем какой-то создаю, и так, в принципе, этого не видно. Все, оставляем. Хорошая юбка. Это я тоже забираю. Пошли дальше. Ну-ка, мне, знаешь, вызывает сомнение вот это. Я хочу посмотреть на тебе ее и вообще понять, с чем ты. Нет, уже не вызывает. Я ее одела один раз. Я ее купила на выход один раз. Ходила в ресторан с черным пиджаком. Мне вообще нравится эта юбка. Я ее вижу, и хочется ее тебе внедрить в повседневные образы, потому что у тебя в повседневной жизни нет такого наряда. Но ты ее можешь надеть с белыми кедами, с объемной футболкой какой-нибудь. Интересно. И надеть, грубо говоря, бусы там. Я как раз купила на днях большую объемную футболку. Ой, будет супер. Можно завязать даже на талии эту футболку. Даже белую. Завязать узлом на талии, надеть вот эту юбку и белые кеды. Ты классная, нарядная мамочка. Кстати, это, наверное, единственная вещь, которую я купила на Валберис для себя из одежды. Я не умею. Вот у меня, кстати, Валберис. Да? Я в плане, что не умею онлайн покупать вещи. Классная юбка. Обставляем однозначно. Я тебе и покажу, с чем. Ты можешь с косухой ее надеть классно, с крупными потами. Ты вообще можешь ее и в нарядное, и в такое... Первый мир. Современная, да. Очень классная, современная. Все, хорошо. Так, а следующее, что там? Там немножко осталось. Вот эта юбка, про которую ты говорила, что ты ее не носишь? Да, я ее не знаю, с чем носить. Хорошо. Я ютубе... Мы даже ее не будем примерять. У нее хорошая длина, ткань хорошая выглядит. Я посмотрю, я тебе покажу. Я ее покупала. Она шикарная. У меня есть такие. Я тебе придумаю много образов. Да. Ты даже можешь с толстовкой надеть, с кедами. Как вот эти ты носишь. Ты же носишь вот эти с толстовками. Эти, да, нашу. Я вообще, я знаю, сколько лет этим юбкам, но я их так люблю. Да. Они тебе так идут, поэтому я бы их оставила. Я их тоже люблю. Да, давай еще поговорим. Кстати, я хотела с тобой поговорить вообще про цветовую гамму. У тебя теплая внешность, у тебя красивые веснушки. Ты покрасила волосы в более черный цвет, повысила свою контрастность. Поэтому тебе, по сути, у лица можно добавлять вот такие контрастные вещи. Вот эти. Видишь, он теплый оттенок. Вот это уже с холодным оттенком. Пойдем в зеркало, кстати, посмотрим и наглядно покажу. Моя тебе рекомендация. Ты можешь прислушиваться, можешь не прислушиваться, но я буду собирать тебе образы по этой рекомендации. У тебя теплые внешности, и я бы тебе собирала такие, знаешь, осенние теплые оттенки. Они у тебя присутствуют в гардеробе, они тебе очень идут. При этом я вижу, что у тебя очень много черного, белого и серого. Они больше, особенно серые, там больше к холодным относятся. Я бы не рекомендовала. Но если ты в этом себя чувствуешь офигенно, ты можешь там сделать макияж, это надеть, и это тоже будет гармонично. За счет того, что ты цвет волос сделала такой более насыщенный. Ну вот смотри, давай разницу проведем. Вот здесь более контрастный, контрастный принт. То есть белый более белый, черный более черный. Я вижу тут и цепочку, да. Наверное, если сейчас мы не спасем, из-за нее придется убрать. А здесь менее контрастный принт. Он тоже принт, но здесь белый не такой кипельно-белый, да, он такой более молочный. И за счет этого он будет смотреться мягче. То есть смотри, мы вот у лица даже сделаем с тобой. Возьми, пожалуйста, в сторону. Вот здесь даже если мы наденем такую блузку теплого оттенка, там накрасим, можно чуть-чуть поярче губы сделать. Это будет смотреться гармонично. А если мы наденем, например, платье вот в таком оттенке у тебя у лица, возможно, ты где-то потеряешься. Либо красные губы делаем, либо очки с оправой добавим. Вот добавить надо контрастность. Если ты без макияжа наденешь на себя вот такую блузу, возможно, все запомнят блузу, и ты немножечко можешь затеряться. Вот это будет более выигрышно. Но я говорю, мы можем поправить контрастность макияжем, очками и все. Поэтому вообще по правилам, по природным оттенкам вот эти теплые тебе больше подходят. Но ты немножко скорректировал цветом волос, поэтому можно чуть-чуть и разгуляться. Так, пошли дальше. Давай, знаешь что, рассмотрим все-таки на наличие затяжек. Давай. Потому что если там она есть, к сожалению, придется либо ее заменить, потому что если тебе она нравится, что-то подобное можно поискать на просторах интернета без проблем. Но затяжками нестить нельзя. Ни домашние пижамы, ни с затяжками, ни с какими-нибудь катышками никогда не носим. Я думаю, тебе-то не надо говорить, но все равно. Все это проговорить не мешает. Вот она немножечко есть. Видишь? Это еще впереди, понимаешь? Да, она как раз впереди. Ну, если ты любишь ее, мы можем поискать такую подобную. Либо отшить по ней же. Ткань несложно найти. Я даже больше уже от нее устала. Все, тогда убираем однозначно. Если вот эту я вот прям готова ее носить и носить. Ну вот она вообще просто одна из нас. Ты же сама знаешь, что им очень много лет, правда. Да. Я обожаю эти юбки, они тебе идут. Вот это ты классно миксовала, я помню, с конверсами. И с ярким желтым жакетом. Да. Вообще было супер. Вот здесь нет, а вот эту убираем. Это уже ты до тех пор. Да. А здесь она ее что-то не видела. Без тебя, да. Одевать юбку? Это мы убираем. Нет, я знаю, как она у тебя сидит, она все хорошо. Мы ее оставляем. Вот эту давай примерим. Она мне очень нравится. Очень модная юбка. Ты ее носишь? Летом только носила. И все. Ну, можно и зимой ее надеть. Тоже с плотными колготками, с грубыми ботинками. Потому что дыним этот плотный. Ты можешь вверху надеть свою черную дубленку. Сочетание черного с белым очень классно смотрится. С плотной колготки, грубые ботинки. У меня какой-то, видимо, стереотип, что летом, ой, зимой белое это как бы не сильно. У многих есть такой стереотип, да. И джинсы белые можно носить, и белую юбку можно носить, если мы миксанем ее правильно. Выходи. Так, тихонечко. Талия на месте, длина хорошая. Мне нравится. Классная юбка, в бедрах хорошо сидит, вставляем. Супер. Прекрасно. Так. Что еще у нас? Давай, что у нас по юбкам все? У нас остались вот эти джинсы белые. Вот эти какой красивый цвет. Так, джинсы белые. Да. Давай примерять. Да. Мне надо посмотреть, как они сидят в бедрах и в талии. Эти момы. Мом уже немножечко устаревают. Вообще, они немножечко, уже года три как мне актуальны. Я их обычно рекомендую девушкам, у которых большая разница в бедрах и в талии. Вот им мом как раз садятся, и знаешь, в талии хорошо и в бедрах не давят. Если мы будем с тобой покупать новые джинсы, я тебе буду уже более современные фасоны показывать, где тоже будет подчеркнута твоя талия, бедра красивые будут, но внизу не будет вот такого заужения. Это уже как бы скучновато. Если ты хочешь повысить стиль градус стиля своему гардеробу, вот такое мы больше не будем рассматривать. И вообще, я бы убрала их, если ты хочешь повысить градус стиль. Я хочу. Но при этом цвет стиль карты. Эти у меня уже даже не застегнутся. Давай их убираем. Давай. Ну ладно, девчонка, может, покажем немножко? Узкие. Да, они уже все. Не застегиваются. Мы их точно убираем. Можно подарить кому-нибудь? Конечно. Кому-нибудь племянница моя. Вот у этих джинсов очень красивый оттенок. Красивый голубой сочетается зимой с черными. Например, черная водолазка, черный пуховик, черные группы ботинки. Голубой вот такой оттенок с черным всегда выглядит дорого. Просто на будущее, если ты где-то видишь такие джинсы современного фасона, ты можешь тоже примерить, рассмотреть и носить не только летом, но и зимой. Так, эти мы эти убираем. И эти убираем. Так, белые брюки. Я знаю, как они на тебе сидят. Да. Они шикарные. Я их оставляю, потому что мы с ними будем собирать классные образы не только на лето, но и на зиму. Вот эти брюки с жакетом идут? Да. Давай примерим хорошие. Ты тоже их можешь и зимой, и летом примерять. И красиво будет летом просто с майкой в стиле Old Money, как ты видишь. Кеды твои конверсные, майка белая, ремень, какие-нибудь минималистичные украшения, сумка какая-нибудь объемная. Можно какой-нибудь плетеный в стиле боттега, знаешь, подмышку добавить бежевого или молочного оттенка. Будет хорошо. Талия на месте. Защипчики дают тебе, видишь, тебе вообще можно носить брюки и джинсы с защипами. Они, если у них правильная посадка, будут рисовать тебе песочные часы фигуры. Тебе можно спокойно добавлять слегка объем в бедрах. Тебе можно твидовые какие-то юбки, какие-то, знаешь, фактурные вещи в бедрах, потому что тебе не страшно добавлять объем в бедрах. Так у тебя будет еще более женственный силуэт. Классные брюки оставляем, помиксуем их обязательно. Тоже с зеленой, кстати, толстовкой, классно будет. На повседневку я же тебе собираю. Так, еще белые джинсы я вижу. А эти прям вообще им сто лет. Да, давай посмотрим. Давай посмотрим. Очень-очень много лет. Эти хорошие. Давай сразу вот эти юбочки тоже. Чик. Юбка даже с ценником. Ну, они застегиваются, это уже хорошо. Ну, по форме. Так, повернись туда. Бедры хорошо. Аккуратненькие, хорошенькие. В будущем, если мы будем рассматривать белые джинсы, я бы, конечно, немножко свободнее. Широкий в пол будет очень классно. Вытянуть длину ног. Добавить, знаешь, такого объема будет более, так скажем, более современно. Этот аккуратненько. Сверху можно что-то объемное немножко дать. Семь лет. Ну, они прикольные. Эти детальки тоже какие-то забавные. Они правда хорошие. Они не заношенные, не застиранные. Стрелки только уберем, прогладим и все. Видишь, весели, да. Давай, оставляем. Хорошая. У них посадка хорошая, высокая. Спортивные брюки. Я знаю, как они на тебе сидят. Мы их тоже оставим. Причем я хочу их помиксовать потом, если будут свободного кровь жакета. Не такие, как у меня. Тебе не надо оверсайд. Просто свободные и не слишком офисные, то, возможно, мы помиксуем их. Например, с моим жакетом такие брюки классно будут смотреться. Я посмотрю, что у тебя еще есть. И, возможно, мы их внедрим тоже повседневным образом. Но сверху будет, типа, как casual ты хотела, но спортивный. Так. О, черные брюки. Вообще обожаю эту историю. Здесь тоже я вижу защипы. Да. Давай примеряем. Сколько им лет? Ай, мне кажется, годик, не больше. Я их по какому-то... А, я их покупала вот с этой блузкой. Мне нужно было куда-то пойти. И я купила их. Выходи. И купила эту блузу. Опять нравится. Защипываем их, просто почистим немножечко. Все, мне нравится. Классные. Открытые щеколотки. И давай тоже оставим, чтобы... Повернись, чтобы девчонки тоже видели. Да. Оставим их тоже для каких-нибудь образов, которые ты не собиралась с ними. Хорошо. Что-то новенькое, ладно? Хорошо. У меня, кстати, были сомнения по поводу этого лацкана, который здесь в шипах. Нет, нормально, конечно, да. Да-да-да. Щеколотка открыта, все классно. Этим кюлотам сто пятьсот лет. Чеколы, кюлоты. Вообще уже не рекомендую их носить. Давай посмотрим. Они у меня висят, потому что я их не знаю, кому отдать. И они у меня от этого, от желтого. От костюма? Да. Ну, мы можем помиксовать его так с черными блюками. Я готова с ними расстаться. Просто они веселье-веселье ждали тебя. Садка классная. Красиво так. Я просто не рекомендую уже кюлоты немножко, а не это. В целом неплохо. Можно их забавно миксануть, знаешь как, с конверсами, с каким-нибудь свободным джемпером, с дырками, надетой на майку. Вот тогда будет что-то типа в корейском стиле немножко. Но мне кажется, корейский стиль это не про тебя история, поэтому я бы их сняла и убрала. Хорошо. Это последняя моя покупка. Это вообще джинсы, которые я хотела вживую посмотреть. Я видела их на сайте. Недавно, да, купила? Да, новая коллекция Lime. Мне они вообще так понравились. Давай посмотрим, как сидят. Я был в восторге сына от них. А я вообще от них кайфую. Я их очень люблю. Вот эти золотые штучки, можно будет поиграть ими, что-нибудь. Посмотрю. Я, кстати, не придумывала, с чем их носить. Я их носила с одним джемпером. Но они мне очень нравятся. Хочется сюда повторить вот это вот как-то подчеркнуть. Я посмотрю, что можно сюда сделать. Но они очень классные, мне нравятся. Зеленые, опять же, сюда вверх подойдет. С этим будет красиво перекликаться. Бордовый, корчичный. Все на ходе мужа, да, взяла. Я говорю, тебе природные оттенки подходят вот такие. Осенние. Так, давай, красивые джинсы. Красивый, классный, современный пацан. Да, я в них, мне кажется, все лето проходила. Все руки в пол. Классные, современные. Хорошо сидят они тебе? Да. Не будем даже примерять. Мне нравится, я их оставлю. Так, у нас поясные изделия все? Давай, пойдем по верхам. Так, пойдем примерять сейчас все первые слои. Так, погнали. Это даже не будем примерять. В хорошем состоянии, хороший первый слой. По цвету, кстати, очень удачно для тебя. Поэтому оставляем. Это тоже хороший бодик. Мы его оставляем на первый слой. Это, я его не ношу, я его купила. Это мечта моего детства. Я ее одеваю, когда езжу на дачу. Все, оставляем для дачи. Ну, я не хожу. Понятно, повседневку. Все, убирай тогда. Оттенок мне тоже нравится. Тебе прям глаза будут яркие. Сто-пятьсот лет этой кофте, но я ее очень люблю. Здесь единственное, что меня смущает, мы ее можем отпарить, и она будет, конечно, выглядеть лучше. Здесь маленькое пятнышко. Вот если ты его уберешь, каким-нибудь специальным, то супер. Если не убираешь, все, даже дома не носи. Хорошо. Мне нравится по оттенку, потому что мы можем миксануть даже вот с твоей принтованной юбкой. Это тоже будет прекрасно. Это будет нетривиально. Белые кеды добавим, будет такой хороший тоже для прогулок образ. Поэтому, если спасаем, то носим. Не спасаем, убираем. Я думаю, что мы ее спасаем. Плечики всегда через низ, для всех говорю. Через верх плечики никогда не достаем, чтобы ворот никогда не вытягивался. Мы ее ставим в третью группу вещей, которые надо там доделать, подделать. Но если ты что-то увидишь подобное, можешь новое купить. Оттенок шикарный для тебя. И вот такие вещи в твоем гардеробе будут вообще очень часто использоваться в связи с твоим образом жизни. Так. Все. Тут классный. Даже не будем примерять. Да. Я знаю, с чем я тебе... Ты можешь, между прочим, раз ты любишь стиль old money, мы можем даже сейчас скажу на скидку, где наши белые брюки. Дай, пожалуйста, где эти белые брюки. Очень красиво будет. Нет. До сих пор после химчистки на плечах я тоже. Посмотри, как они дружат. Видишь? Да. У них оттенок хороший. Такой молочный. Не кипельно-белый вообще. Для твоего типа внешности кипельно-белые вещи у лица не рекомендую. Тебе более выигрышно как раз идут вот такие. Ты, видимо, на интуитивном уровне это все видела и все правильные вещи покупала. Видишь, они дружат. Мы потом примерим очень красиво с твоими конверсами. Здесь можно надеть будет какие-нибудь стразы или можно по диагонали надеть какие-нибудь бусы, знаешь, чтобы такое необычное, спортивное внедрить. Либо серьги крупные какие-нибудь со стразами, что-нибудь такое. Можно поэкспериментировать. Будет очень классный образ. Я тебе сфотографирую, чтобы ты не забыла, что так хорошо. Ты можешь так с детьми пойти прогуляться или отправить так же их в садик, в школу. Красиво выглядеть. И это комфортно, свежо, интересно, современно. Это классная тоже толстовка. У меня тоже такая есть. Это мой самый лучший. Ее вот даже к моему костюму сейчас добавила. Плюс ты можешь на плечи его завязывать. Классный мы его ставим. Даже не будем примерять. Мы его помиксуем. Зеленый цвет. Классно, что и зеленый. Мы, может быть, с чем-то ярким миксанем поиграем тоже цветом, акцентами. Оставляем. Все хорошо. Никаких пятнышек, ничего нет. О, хорошая футболка. Я ее одела. Обожаю. Я их часто так вижу у своих клиентов. Я ее одела пару раз. Я ее ношу только в отпуске, но она у меня так как раз... А ты знаешь, как можешь? Я вообще не люблю вот эти надписи. Я их убираю. Но ты можешь миксануть в отпуске, например, завязать на талии с высокими трусиками на пляж прийти, если это в отеле. Либо сверху надеть полупрозрачную пляжную какую-нибудь вязаную юбку на купальник и сверху вот так и завязать. Но на повседневку, на мой взгляд, не нужно. Вот эти надписи на груди, это не то. Поэтому ее так куда-нибудь в отпуск. Так, белая футболка хорошая, базовая. Здесь немножечко есть все, типа, марки. Если мы их убираем, оставляем, если нет, то свежаем. Надо просто новый купить и все, да. Ой, новая футболка, это которую ты купила, объемную, да? Да. Правильно я понимаю? Да, 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 пару дней назад буквально. Тоже она, видишь, молочная. Вот смотри, молочные у тебя. Они лучше будут подходить. Даже вот с этой юбкой, смотри, как классно будет. Сзади еще надписи, покажу все. Смотри, как круто. И твои конверсы, опять я к ним привязалась, твои любимые. Белые кеды, конверсы. Можно босоножки, если ты пойдешь, например, в кафе вечером здесь прогуляться, посидеть. Будет очень классно. И здесь добавим просто украшения. Вообще классные. А еще можно сверху добавить косуху. Ну, зимой, наверное, я бы не стала с голыми ногами. Зимой все-таки я бы белый верх поменяла бы на что-то более темное, спокойное. И с дубленкой, например. Ну, посмотрим еще, какая у тебя есть верхняя одежда. Будем от этого отталкиваться. Так, черная футболка. И просто немножечко пройтись, почистить от пыли. Зависелась. Да, а так она хорошая. Хорошая, свободная. Можно как просто единицу не на первый слой, а как самостоятельную единицу будет. Это вообще 100-500 лет. Мне кажется, можно уже все. Да, она очень простая, не статусная, не эффектная. И она уже не свежая такая вся. Да, и вот эти вот детали нам не нужны. Тем более, ты любишь Old Man, и это не про него. Ей прям очень много. Давай я тут в точку. Немножечко. Так, это хорошая блузка. Я ее обязательно оставлю. Хочу тебе с белыми джинсами попробовать. И с теми голубыми широкими в полу джинсами тоже будет очень классно. И с какими-нибудь ботильонами с острым носом очень будет красиво. Имеется. Розовый классный. Мне нравится. Здесь еще подплечники. Да, я ее ношу обычно как под черный пиджак. А внизу что надеваешь? Внизу надеваю либо вот, которые юбка шорты из кожзама, либо с чем же. А, которые защипами черные брюки такие подкороченные. Смотри, круто будет с белыми брюками в полу. Шикарно вообще. Если ты наденешь туда черный ремень, можно еще добавить черную сумочку, черные очки и черные туфельки. Повторить, чтобы это было красиво. Потому что образ светлый. И если где-то есть черный, лучше его где-то миксануть, повторить. Будет гармоничнее, он не будет выбиваться. Еще я бы, например, посмотрела твои пуховики. Если есть какой-то яркий, то очень круто будет. Просто даже надеть со спортивными широкими брюками. Свободными. И сверху яркий какой-то пуховик. Если он еще будет укороченный по талии, вообще будет эффектно, классно. Яркие розовые носки добавить, например, белые кеды тоже можно обыграть. Очень хорошо. Интересно будет смотреться. Так, пошли дальше. Это мы все оставили. Плечики свободные пока убираем. Да. Чтобы они нам не мешали. Так, брюки я пока оставлю. Мы с тобой трикотажный верх потом вместе примерим. Пойдемте. Что здесь? Это мы все разобрали. Вот это осталось. Это платье, но оно такое. Оно висит, чтобы кто-то в гости пришел, я его быстро разяла. Да, это платье. Хорошо. Оно хорошее. Ты можешь и в отпуск даже его убрать с собой. Да, я его люблю очень. Так, здесь у нас летние вещи. Вот это пошли. Вторые слои, правильно? Да. Вот давай вот это все посмотрим. Обязательно достанем, потому что я когда буду собирать образы, мне должно быть все на виду. Ну, помоги, пожалуйста. Давай. Ой, какие классные вот эти вот сетинки. Яркие, желтые мне нравятся. Погнали. Классно было бы, если бы у тебя еще такие были кроссовки. Это мужа, кроссовки. Да. Ну все. И у меня одно платье. Просто черное. Вот это я тоже его знаю. Тоже куда-нибудь в ресторан я в нем хожу и еще. Да, его надо добивать, чтобы оно было более нарядным, каким-нибудь украшением обязательно. Иначе оно будет просто слишком простенькое. А так украшениями, если добьешь, будет супер. Так, ну все. Потом по украшению... А, у меня еще есть белый пиджак вон там. Он льняной? Не-не-не, в чехле. Это вот от брюк и жилетка. Ой, юбочка красивая. А юбка, что за юбка там? Мини. Точно. Да, которую я же шила. С кроссетом. Да, я примерно забираю. А у тебя еще шикарный от нее кроссет есть. С джинсами мы тоже можем его миксануть и с кедами. Ты можешь с детьми така красивая были. Така. Така. Така красивая. Така красивая. Давай, достанем, пожалуйста. Красивые образы пособием. Я, видишь, их спрятала в чехол. Правильно. Ну, видишь, белые. Зато не пылится. Да. Все, пойдем, понесли. Понесли. Так. Оп. Оп. Так, давай по порядку. Я бы это даже хотела сразу куда-нибудь аккуратно распределить. Я даже его зажала этим салфетками. Правильно, правильно. Давай пока куда-нибудь разместим, чтобы я про них не забыла. Давай. Ну, просто не хочу, чтобы это лежало. Ну, чтобы это не помялось. Вот так, на глазах. Ладно? Так, дальше. О, ты еще не носила его ни разу. Это подарок, да. Я еще ни разу не одевала. Посмотрим верхняя одежда, какая у тебя есть. Если по оттенку есть что-то похожее, ну, которое будет гармонично смотреться, мы можем сейчас внедрить. Если по оттенку ничего не найдем, то можем летом просто носить майкой. Вот этот верх можно классно миксануть согласно белой юбкой. Очень будет красиво, интересно. Можно будет, видишь, здесь резинка есть. Сможешь ее закатать, чтобы у тебя на талии она закончилась. Застегнуть юбка в пол. Длинные ноги, подчеркнутая талия. И красиво будет по оттенкам гармонично смотреться. И еще можно добавить бусики. Тогда будет классно. Так, вот этот жакет я знаю, я его люблю. Да, у него очень много лет. Я его люблю. Я его не зашу, но у меня пока висит. Ну, давай я тебе планиксую с чем-то. Может быть, ты начнешь носить. С чем ты обычно носила? С юбкой, наверное, придобана. Я носила, да, с юбкой зебры, либо черный низ. А белые джинсы? С белыми джинсами тоже носила. Классно. Летом. Ну, вот это все летом. Ну, ты можешь и сейчас. Просто, видимо, я его так часто раньше носила, что сейчас решила не носить. Ну, ты будешь его еще носить. Да, он мне нравится. Черный жакет. Он сам по себе или вот эти брюки от него? Нет, сам по себе. Все поняла. А есть у нас здесь черные брюки. Мы посмотрим, если они дружат под каменью, можно их надевать вместе. Вот. Они не сильно дружат, но... Когда нет особого выбора. Слушай, ну нет. Нет такого ощущения, что они... Ну, не те, те плотненькие. Да, ненормальные. Ты, если что, можешь просто так же с майкой, с конверсами надеть. С этими голубыми джинсами я ношу. Не для офиса, а как раз здесь ты можешь... Если у тебя будут рубашки в будущем. Надеть майку, рубашку, знаешь, добавить много слов. И сверху вот этот жакет. В общем, можно поиграть, мы его обязательно оставляем. Черный жакет он всегда плавил. Так. А еще, знаешь, что я хотела бы проверить? У него плечи как сидят. Можешь, пожалуйста, приобрести. Он настолько уже зависелся, что уже покрылся пылью. Что я не ношу пиджаки. Ну, ты будешь его носить? Я летом ношу. Летом. Все, мне нравится. Свободно, в плечах, все хорошо. Я ношу. Можно еще с той юбкой надеть. Тоже с майкой летом, например. Угу. И с юбкой, которая кружевная у тебя. И кеды тоже. Классно будет. И удобно, и красиво. Так, это мой любимый жакет. Давай тоже по плечам проверим, что там все актуально. Я обычно ношу либо под пальто, либо летом. Так мне комфортно. Угу. Угу. Хорошо? Ой, красиво. Я не видела. Это я из Турции привезла. Красиво. Оф. А вот как раз твоя юбка атласная, опять же, будет очень хорошо. Я носила только с этими джонсами. Это будет такой более элегантный стиль, шанель. А так ты можешь носить даже со спортивными брюками такие вещи. Но это будет очень смело. Мне кажется, для твоего стиля пока, наверное, мы не будем так миксовать. Но с рваными джинсами, например, ты, мне кажется, уже будешь готова. Если мы такие купим, то тоже можно миксовать. Не бойся их носить даже с кедами, с белыми. То есть у многих есть такое видение, что жакет шанель, это только шанель юбка или что-то такое классика. Брюки нет. Сейчас такое мы можем носить даже с широкими брюками, с лампасами, со светлыми, например. Вот прям поэкспериментировать и посочетать несочетаемое, так скажем. Так, это с брюками с нашими. Хороший жакет, я тоже его знаю, он хорошо на тебе сидит. Мы его тоже оставляем. Пойдем посмотрим, что у нас еще осталось. Обувь, верхняя одежда, аксессуары. Я сейчас посмотрю. Все актуальные аксессуары. Все вставляем. Это я у дочки забрала. Классные. Еще никуда не одевала. Можно взять, вот это мне нравится, яркие. Можно поиграть. Мне нравятся стразы тоже со спортивными вещами будем носить не только на праздники, но как раз с чем-то, со спортом. Это очень классный, современный. Красиво. Так, пошли, следующий, дальше. Так, то, что снизу все мыло. Туфли, туфли актуальные. Оставляем, хорошее состояние. Носочки, каблучок проверяем. Красивый носишь? Да. У тебя еще новый, мне кажется, не каблучок. Я их один раз одела. Ты вот эти будешь носить? Вот как ты чувствуешь? Нет, я чувствую, что они уже устарели. Я тоже. Я просто вижу вот эти у тебя классные, актуальные, красивые, стильные. А вот эти на их фоне просто теряются. А эти уже старенькие. И я бы всегда выбирала эти, а эти так и стоят. Давай их уберем. Давай. А эти не нужны. Давай. Они уже немножечко замяты. Да, да, да. Подари кому-нибудь. Так и сделаем. Так, о, это вообще просто. Ты носишь? Да, их я люблю. Обожаю. У меня тоже они есть. Их можно носить на полупрозрачные носочки. Можно их купить вообще на Валберес, недорогие за 150 рублей. Красивые, вообще шикарные. Можно их даже сейчас, если ты пошла в машину, с джинсами, с джемпером, с носочком, с белым и с шубой. На теплый парк, машина села, куда-нибудь доехала, тоже очень классно. Ну, такой более инстаграмный вариант. Так, бежевые. Ты носишь бежевые? Я их одевала летом. И одевала к тебе тогда на праздник, когда в горячем. Опускай они у тебя будут, да, вот здесь просто каблучок пройти. Будет как такой запасной вариант, когда нужна светлая область. Да. Те на фу неплохо это. Так, эти мне нравятся. Носишь их? Да. С носочками, нет? Раньше, который в клетку, я носила с бордовым носком. Ой, точно. Я помню. Блин, не найти. Тут вообще мне найти. А, вон они. Круто. Круто. Давай их оставим просто тоже. И можно сейчас плотные колготки надеть. На них белый носок. И надеть их. Это зимний вариант. Если ты в машине, понятно, не на остановке, потому что они не зимние. Ты на остановках не стоишь. Но вот на далекий путь понятно, что ты не наденешь. А так, имей в виду, что можно носочек на плотные колготки, мини-юбку, какой-то сверху жакет свободный. Будет очень современно. Состояние хорошее, мы их оставляем. Это новые ботильоны. Да, это новые. Хорошие, аккуратные, базовые, как всему. Вообще супер. Ой, вот это вообще моя любовь. Но ты, наверное, их уже не носишь. Я не ношу, но я не могу с ними расстаться. Они очень удобные. Просто как тапочки. Да, у меня были такие молочные. Я их обожаю. Они прям вообще... Их надо отдать на покраску. Немножко подкрасят. Они будут как новые. Давай их куда-нибудь чуть не прим. Давай. У тебя по оттенкам очень хорошо подходит. Это обувь к тому, что у тебя есть. Их тоже как тапочки. Их подкрасили, но я пару раз одела, и все. И больше их не ношу. Давай их уберем. Они прям все уже устали. Они уставшие. Видишь, они любой образ. Представь, образ будет шикарный. Эти они испортят все. Убираем. Да, убираем. Так, ну вот это вообще шикарные босоножки, в которых невозможно ходить. Но красивые. У них можно дойти до мероприятий, сидеть за стол. Так, эти кроссовки тоже мне нравятся. Я бы даже их внедрила в многие образы с брюками. Очень хорошо. Эти тоже моя любовь, ты знаешь. Конверсы. По всему белой. Это утепленные конверсы, но я их не ношу. Почему не носишь? Носочек, наверное, не нравится, нет? Я не знаю, почему не ношу, потому что... Не знаю, почему. Может быть, тебе вот этот подъем, хотя эти тоже подъемные. Не носишь, давай их отдадим, продадим, подарим, не знаю, что-то сделать. Черт, ну что-нибудь придумай. Я их носила раньше с бежевым пуховиком, курточкой такой. Но, видимо, я про них каждый раз забываю, и как-то мимоходом они у меня проходят. Давай, смотри, мы оставим их до весны. Если ты ни разу не наденешь, убери. Угу. Поставь их куда-нибудь на видное место, может быть, ты просто правда их не видишь. Это кроссовки по дорожке ходить. Это для бега. Да. Так, это найки. Да. Не ходишь? Я хожу, когда мне нужно куда-то в торговый центр поехать, тоже земной. Мне нравится, я бы их наделала с юбкой кружевной, ногой, ноги летом. Да? Угу. Классно будет смотреться. И худи или толсток тоже классно будет. Кружево со спортом, классно. Это ставки в отпуск. Все, супер. Остальное все нужно. Давай, пойдем по сумкам. Давай. У тебя вообще есть какой-то запрос по сумкам или тебе хватает всего того, что у тебя есть? У меня есть запрос, но бюджета не хватает. Ну, я имею в виду по размеру, по формату. Нет. По размеру, по формату не хватает. Единственное, что я купила, эту сумку мне нужна была в самолет. Смотри, какая классная даже вот с моим образом. Поэтому очень мне она прям прозеркнулась к ней. Эти сумочки хотите в рестораны? Каждый день можешь ее носить. Я теперь ей с ней их уже каждый день. Эти, да, я поняла, что ты купила для красивых вечерних образов. Очень такая милота, господи. Да, это тоже такой вот балкон. Это тоже суперклассная сумка. Ну, повседневку, в общем. Ну, повседневку мне нравится. Давай, погнали дальше. Тикиторч, ты носишь ее? Да, я ее ношу только с бежевым пальто. Хотя оттенок очень хорошо гармонирует с твоими глубокими зелеными оттенками, темно-бордовый, с горчичным, с темно-синим. Дружба у них идет. Я, конечно, виталию, например, тебе по цветам. Но это вообще очень красивая дружба. Но если ты возьмешь такого оттенка джемпер, хорошо можешь брать с собой вот такой вариант. Она мне нравится, она прикольная. И когда ты надеваешь ее, всегда бери украшение с белым металлом, чтобы дружили по оттенку. Цвет хорошо. Эта сумка у меня лежит просто, чтобы была. Я бы ее уже убрала. Это, наверное, одна из первых, какие-нибудь футболы долгожданные. У меня есть такая сумка, которую я не ношу, но я прямо ее люблю, потому что это первая моя сумка, которую я мечтала, и она стоит. Я поэтому тебе рекомендую. Я ее, наверное, маме подарю. Либо пускай стоит, но ты ее не внедряй в образы, потому что у тебя есть другие варианты. Например, я бы лучше всего эту взяла. Либо подари маме. Просто маме она так нравится. Образы упростят. Мы сейчас тебе соберем новый современный. Она немножечко, знаешь, в прошлый век немножечко тебя уведет. Это рюкзак в самолет. Рюкзак в самолет. Мне нравится, что у него жесткий каркас, когда ты его набьешь. Ну, он прям в самолете. Ну, вот с юбкой, кстати, с кружевной тоже можно с кедами накинуть на плечи, с детьми пойти погулять. Тоже неплохо. И пойдем сейчас тогда мы... По ремням. Вот еще мне... А, ну это летняя, она мне нравится. Да. Супер. Сумка. Тут еще авоська есть. Девчоночек. Это летние варианты. Пойдем в верхнюю одежду посмотрим. Давай начнем с пуховиков. Пухан. Да. Это пухан. Муж, который называет его Пухан Чухан. Обожаю. Потому что, когда ты идешь в морозы, отводишь детей, он просто вот так закутываешь. Крутой пухан. Ну, это крутой, классный, современный пухан. Просто я в нем хожу каждый день, и он уже... Ну, у тебя есть еще яркий, сейчас с ним пособираем. Мне нравится, что у тебя есть и черный, и яркий, и оба современные. Классный пуховик, я бы в таком сама ходила. Значит, он не Чухан? Нет. Ладно. Потом моя любимая курточка. Ой, обожаю ее. Глаза синие-синие, посмотри. На самом деле, я даже хотела продать ее в этом году. Но мне сказали, ты что, ты масок? Ты что? В этом году носила его? Да. Носи, мы его помиксуем, можно классно его миксануть. Причем его даже с той же круженой юбкой можно миксануть. И какие-нибудь сапоги, батильоны твои, черные плотные колготки. И сверху посмотрим, что они... Тоже можно это все миксануть. Хорошая, она и со спортом, и с классикой, и с платьями даже можно. Сейчас, тогда шуму зимний, потом полегче перейдем. Так. Это... Угу. На выход в ресторан... На плечи красиво можешь накинуть. Ну, когда в ресторан ходишь, можешь просто на плечи накинуть. Хорошая длина, мне нравится этот мех. Все нравится. Вставляю. Вот. И дальше у нас... Опа. Мне хочется свой гардероб меньше черного. Да. У лица, по крайней мере. Угу. На самом деле, когда я шла... Ты надела сейчас синий, ты такая прямо яркие глаза, синие, свежие. А вот этот черный, он тебе немножечко заглушает. Вот шубу я как-то хотела купить молочную, но там оставалось только черное, а мне нужно было срочно что-то купить. Тебе тоже хорошо, но вот когда сочные оттенки или свежие, светлые какие-то... Такая, да. Носишь ее, ни разу не видел. Я ее одевала, ну, может, раза четыре. Длина хорошая, объемный, свободный крой. Очень красиво будет с белыми молочными брюками в пол. Угу. Светлый джемпер какой-нибудь. Сейчас посмотрим, кстати, джемпера не посмотрели. И твои ботильоны черненькие, носиком красиво будет миксоваться с черными пуговицами. Тогда будет дорого, красиво. Если просто с футболкой, с джинсами, оно не будет смотреться выигрышно. Его надо красиво, выигрышно подать. Я обычно на выход только повседневки не нашу. Ну, вот как раз с белыми брюками будет шикарно. Даже так же на плечи можешь накинуть. Потом. Тренч какой-то красивый. Да, я его тоже покажу сначала. Это пальто. Это пальто. Это еще с шизом, когда был жив. Это мы с тобой, кстати, его покупали. А сейчас и калат они держат, девчонки. Вот. Аккуратненько. И пояс там висит. Слушай, аккуратненько. Я бы тебе сейчас, если бы мы покупали, чуть свободнее, чуть длиннее рука, я бы взяла чуть-чуть. Хочется немножко вот объемчика добавить. А повернись спиной. Оно аккуратненькое, спокойное. В твоем стиле. Мне, если я бы покупала тебе новый, чуть-чуть бы добавила бы свободы. Длина хорошая. Оттенок хороший. Да. Мне очень нравится. Я еще люблю одеть его. Вот этот какой оттенок, боже. Ты сейчас просто расцветешь. Это пальто для настроения. Очень красиво. Я прям его очень люблю. Я еще так долго думала купить его, не купить. Шикарно. А еще с твоими серыми джинсами из белой футболки, которые ты заправишь джинсы, подчеркнешь сталию и наденешь вот такое в расстегнутом виде, будет роскошно смотреться. При этом очень легко. Я прям его очень люблю. Оттенок красивый. Он мне даже здесь не распорыт, что порт и не сувать. Не портить. Красиво. Так, давай еще вот этот. Два тренча осталось, я вижу. Да. Живи, какая-то дождевик. Дождевик. Дождевик, да. Хороший. Так. Этот тренч я купила в этом году. Это манго. Мне кажется, он в России тоже продавался. Классный. Он прям, я его люблю. Смотри, как классно тебе эти оттенки. Спокойные. Вот такое-то пыловицу вернуть, если будет хорошо. Спокойные оттенки. Мне прям холодный оттенок в нем, и тебе все равно хорошо. Мне прям очень нравится. Красиво, мне нравится. А тот тренч я его одену, покажу, но я его уже... А, ждала им? Да. Мне здесь намного интереснее, даже вот этот будет выглядеть роскошнее. Да, я бы прям... Этот аккуратненький, скромненький. Вы здесь тоже покажу. Давай уберем. У тебя там и останется сейчас. Не, ну... Останется? Да, давай. Давай. Выкидывай. Плечики на, пожалуйста, обратно. Это дождевик. Я хожу, когда вожу детей в школу, делаю просто сверху худи, чтобы под дождем не мокнуть. Это хороший дождевик. А так такая вещь, она... Нет, он актуальный, современный дождевик. Нет, в плане того, что она очень холодная. Если кто-то хочет ездить в транспорте, в таком-таком не надо покупать клеенчатый. Это летом от дождя, мне кажется, накинут и идти. Так, давай еще, что я вижу? Дубленка. Да. Но она такая, что к себе все липнет. Перед выходом каждый раз ее надо починькать. Вот здесь липучкой, да. А вот эта мне нравится. А здесь там все хорошо. Все классно. Вот опять же с моей... Я привязалась к этой кружевной юбке. Я к тому, что у тебя с ней образов просто масса. Черный джемпер, кружевная юбка, плотные колготки, грубые ботинки, либо даже вот типа таких дутиков можно прикольно смиксовать. И дубленка. Поэтому мы будем с тобой собирать сегодня. Опять, ты только черный у меня верх. А ты универсально пришел, купил тебе. У тебя два черных вверх, остальное все светлое и яркое. Это хорошо. Бывает все черное. Еще из светлого, то, что я ношу. Просто накидываю и иду. Ну-ка, дай мне посмотреть его. Свободный, хороший пуховик. Мне нравится его длина. Такой укороченный вариант. Я его ношу вот просто, чтобы... Мне нравится. В школу к детям. В школу к детям. У меня гардероб в школу к детям. Отвести их. О, бомбер. Да, это новенький бомбер я. Да, мы, может быть, сейчас с ним тоже что-то классное миксаем. С коричневыми брюками, которые у тебя от костюма. Такой теплый коричневый оттенок. Потому что здесь теплый оттенок. Тоже помиксуем с брюками. Хочется с классикой. Вот здесь спорт, а внизу хочется уже классику, а не спорт. Можно брюки со стрелками даже. Помиксуем, представляем, мне нравится. Так, и осталось джинсовку белую. Давай посмотрим. Джинсовка. Тик. Оп. Ее я тоже покупала, чтобы... Ой, какая классная джинсовка. Чтобы что? Чтобы одевать белую юбку джинсовой летом. Вот так вот, тынч, тынч, и отвести девушку. Тут главное, что сделать. Вот смотри, сейчас даже, если мы будем рассматривать, давай сюда на камеру, давай вот в то зеркало. Давай. Вот видишь, у тебя получается прямые джинсики, прямой этот. Сами по себе вещи классные. Чего нам тут не пытать? Талии твои не пытать. Здесь нужно показать талию. Я бы надела тебе, например, голубые джинсы, широкие, в полный, очень хороший посадок. Заправила бы, показала талию, но здесь бы был объемчик, чтобы у тебя вот не было все так аккуратненько, скучненько. Добавила бы опять какие-нибудь украшения или серьги, и все. И ты уже более нарядная. Классная джинсовка, мне нравится ее фасон. По миксу вообще будет супер. Да? Так, что-то еще есть или мы все посмотрели? Нет, все. Все тогда, сейчас я возьму вещи, которые на весну будут актуальны, и будем уже собирать с тобой. Ты уже не будешь ничего примерять, я буду все фотографировать. Ты можешь поприсутствовать, посмотреть на схемы, потому что в будущем, может быть, ты из новых вещей сама так будешь собирать что-то для себя новое. Все, пойдем тогда возьмем вот этот, возьмем вариант. Так, вот этот мне очень нравится по оттенку, яркий пуханый. Это тоже бы я взяла. Надо, знаешь как, мы сейчас их куда-нибудь повешаем, а нет никакого рейла у тебя. Это зима, мы не будем их миксовать. Это вот возьмем, это не зима. Этот хочешь миксовать? Это на самом деле очень схоже с этим будет. Нет, можно это. Это будем еще никуда-нибудь не дать хочешь? Ну все, пошли. Так, давай посмотрим трикотажные изделия. У меня тут еще корсет лежит, что я боюсь его вешать на плечики, чтобы он не испортился. Так, но мы его потом возьмем. Да. Можно просто разворачивать, смотри. Состояние хорошее, цвет шикарный, обязательно возьмем. Добавим в образы. Это покажи, помогай. Я как раз с кожаной юбкой плессированный ношу его. Чуть-чуть можно пройтись машинкой, потому что сверху, когда падает свет, немножко можно увидеть катышки. Так вообще это очень легко спасается машинками. У тебя есть уже машина? Да, есть. Это водолазка, просто тепленькая, тоненькая. Мне нравится цвет, оттенок. Шерстяная. На первый слой. Ну, не надо почистить немножко. Да, потому что они расслежат. Составляем. Это хлопковый джемпер. Ну, просто погладить надо. Тоже, да, перед выходом. Это моя последняя тоненькая любовь. Да, это вообще сейчас очень... Причем, если ты купишь такой белый вариант, снизу надевай белый, сверху вот этот, и наслоение такое, чтобы одно из-под другого торчало, это будет очень стильно. И просто джинсы, и все супер. Так, это который под брюки. Ой, я его очень люблю. Опять с белыми этим молочными брюками, будет шикарно. Вот, и точно такой же, как голубой, черный, но он с шерстью. Хороший. Состояние хорошее мы берем, тоже будем интерпретировать в образ. Все, пошли? Пойдем. Так, сейчас я распределю вещи. Если вы посмотрите в ту сторону кровати, там лежит верхняя одежда. Здесь я сейчас буду распределять трикотаж, первые слои. Там будут поясные изделия, и по центру будут жакеты. Делаю это для того, чтобы мне было все видно. И когда я буду собирать комплекты, я буду по одной вещи, так скажем, добавлять из разных групп. Когда я уже соберу все образы, которые хотела бы показать Айюль, я уже буду распределять эти вещи обратно в гардеробную. Там тоже мы с вами пройдем по всем правилам, повторим их и гармонично все распределим. черные. Так, здесь у нас джемпера, здесь жакеты, джинсовки. Это вторые слои. Сейчас я еще хочу распределить первые слои, и там у нас будут поясные изделия. И уже начнем миксовать из того, что мы видим. Так, это толстовки, футболки, боди. Это сюда. Я думала, что у меня маленький гардероб. На, пожалуйста, еще забери. А он, оказывается, не сильно маленький, когда все разложи. У меня вообще и цвета красивые, мне нравятся очень. Ну, белые брюки я все равно положу на пыльник, на всякий случай. Как я собираю образы? Ты в будущем тоже можешь пользоваться этой схемой. Вдруг захочешь купить там новые вещи и помиксовать. Все распределяешь, чтобы ты все видела по семье. Начинаем образ с истории именно с поясной. Ну, то есть брюки, джинсы, юбки, все, что мы надеваем на талию. Я взяла белые брюки, потому что с ними реально любой верх у тебя будет классно смотреться. Вот смотри, я вижу оттенки, и я уже могу ими играть. Например, взяли свободные брюки, добавили вот этот красивый. Смотри, как красиво будет смотреться джемпер. Яркий, контрастный получается образ. И добавляем сюда вот такой красивый лавандовый оттенок пальто. Смотри, как красиво будет смотреться. Я чуть-чуть достану все-таки вот так, чтобы это было наглядно. Так, я еще решила добавить сюда обувь, чтобы мне быстрее можно было собирать комплекты. То, что мы оставили, сейчас будем думать, что сюда добавить. Хочется сюда светлую обувь, потому что образ в целом светлый. Из того, что я вижу, подойдет вот этот оттенок обуви, потому что в пуговицах мы видим, что присутствует бежевый. Тоже будет гармонично. Такую светлую сумочку. Украшение можно здесь и желтый, и белый металл. Вот здесь есть цепочка, в которой присутствует и желтый, и белый металл. Поэтому серьги можно любые, я бы добавила вот такие. Ремень здесь не буду добавлять, потому что джемпер будет свободный, он будет зону талии прикрывать. Первый образ готов. Я потом тебе скину все фотографии. Ты можешь здесь тоже менять низы, то есть это могут быть джинсы, это даже может быть вот эта юбка. Мы тоже с ней помиксуем. Очень красивое сочетание, не забывай. И еще можно вот этот джемпер повязать сверху на пальто. Футболка, например, сверху на пальто тоже будет очень красивое сочетание. Вот этот джемпер тоже будет хорошо смотреться. В этом образе. Поэтому я сразу так положу, что ты можешь так и так миксовать. Сделаем в одно. Здесь два варианта верхов. Если у тебя какие-то вопросы возникают, ты говори. Хорошо, пока вопросов нет. Ой, как красиво, прям сейчас бы так пошла. Так, сейчас мы добавим в спорт к брюкам. Здесь черная надпись, поэтому вообще можно добавить. Что ты хочешь сюда? Наверное, скорее всего, кеды, правильно я понимаю? Конверсы можно. Можно конверсы, можно найки. Сумку убираем. Здесь уже контрастный получился такой комплект. Так, сейчас сумку добавлю сюда. Черную или белую. Вот черная. Супер. Любая из них подойдет. В зависимости от того, что ты хочешь туда положить вовнутрь. Еще я бы добавила, конечно, украшения. Украшения, когда я собираю черно-белые комплекты, мне лично всегда хочется добавить именно белый металл. Поэтому желтый сюда я не буду добавлять. Мы добавим сюда вот такие интересные серьги. Классные, кстати, серьги. Даже к моему образу хорошо подходят. Мне нравится, что они такие нарядные. При этом они со спортивным верхом. Колечко добавим. Они хорошо дружат. Сумку вот эту. И давай посмотрим верхнюю одежду. У нас здесь есть очень классный вариант с верхней одеждой. Это дубленка черная. Да? Да. И светлый верх. А, ну здесь у нас у бомбера оттенок немножко молочный, он не подружится. Поэтому добавим просто черную дубленку. Смотри, как красиво. Тебе нравится? Да. Ты так пойдешь? Пойду. Очень красиво. Мне нравится тоже. Так, сейчас камеру протру немножечко. Очень классно. Я бы тоже так пошла. Очень красиво. Если захочется еще теплее образ, можно надеть сюда черную водолазку. Она очень красиво будет торчать из-под толстовки. Тоже многослойность. Классно получится. А еще можно надеть какой-нибудь чокер под толстовкой. У тебя их нет. Но вдруг, если мы увидим что-то классное, я бы тебе добавила сюда чокер. Так, дальше добавим сюда белым брюком первый слой. Заправляем в брюки. Заправляем вовнутрь. Сейчас приду. Добавляем вот этот ремень. Здесь уже желтый металл. Поэтому я бы добавила потом украшение тоже желтым металлом. Вот до этого еще дойдем. Дальше. Мне очень нравится вот этот оттенок в сочетании с глубокими зелеными оттенками. С глубокими синими. Смотри, как празднично сразу. Так, сюда мы добавим. Я бы добавила сюда все-таки каблук. Потому что черный цвет тут присутствует. Черный носик тоже будет гармоничный. Добавлю сюда элегантную сумочку тоже с желтым металлом. Пуговицы с желтым. Желтые фурнитура все хорошо дружит. И так много акцентов. Поэтому я бы в серьги добавила больше ничего не стала бы добавлять. Потому что и ремень уже есть, и пуговицы, и фактурный жакет. Все минималистично, красиво, гармонично. Нравится? Да. Смотри, как красиво. Так, а давай еще верхнюю одежду сюда добавим. Так, сейчас скажу, что мы можем сюда добавить из твоего. О, сейчас мы можем накинуть шубу на плечи черную в холодное время года. А мы можем черную дубленку. Тоже, конечно, можем. Я сейчас посмотрю вот этот вариант по оттенку. Смотри, вот этот вариант не дружит. А еще из пальто в цвет первого слоя. А, еще у нас же есть теплый оттенок. Да, он так красивый. В общем, смотри, вот этот не дружит, потому что у него холодный оттенок. А джемпер у нас теплым. И будет немножко такой небольшой диссонанс. Я так не люблю. Поэтому мы добавим все-таки либо черную шубу на плечи накинем. У нас есть черные аксессуары, они подружатся. Либо на плечи можно дубленку накинуть. Либо пальто удлиненный вариант. Но чтобы был теплый оттенок. У нас здесь пока все холодные. Он там висит. Ты поняла, да, почему мы не миксуем, чтобы ты на будущее знала, что с чем. Добавляем сюда толстовку. Здесь зеленый очень красиво и гармонично будет дружить с ярким синим пуховиком. Белые кеды надо тебе купить обязательно, чтобы они у тебя были. Без надписи, с хорошей толщиной подошвы. Вот. Ой, как красиво сейчас будет. В будущем, если будет какая-нибудь рубашка клетчатая, в которой будет присутствовать зеленый или синий, можно завязать на талию под толстовку. Чтобы она, знаешь, вот так вот неряшливо немножечко болталась. Внизу тоже будет классно смотреться. Сюда я бы добавила вот эти вот кроссовки. Туфли выбираем. Все светлое. И можно добавить... Сейчас посмотрю сумки твои. Скорее всего, ту светлую сумку мы добавим. Расслабленную. Варианта. И украшения. Здесь тоже классно будут украшения. Здесь, видишь, фурнитура на пуховике светлая. Поэтому я бы добавила что-то тоже светлое. Вот эти серьги. Либо сейчас посмотрю еще, что есть. Так, ну все. Наверное, из того, что у нас есть, это сам подходящий вариант. Я сейчас тоже сделаю фотографию. Красиво нравится мне. Тебе нравится? Да. Классно вообще. Так, мы собрали максимальное количество образов с белыми брюками. Мы их просто убрали. Переходим к следующему поясному изделию. Интересные джинсы. Почему перешли к ним? Потому что у Айгюль нет понимания, с чем красиво можно миксовать, чтобы это было интересно. Я здесь бы зацепилась за оттенок бисера. Теплый такой, немножко похожий на вот этот джемпер. Здесь я бы, возможно, добила бы вот этой обувью, чтобы тоже повторить этот оттенок. Красиво будет носочек торчать. Добавила бы ремень из золота. Может быть черный добавлю. Сейчас посмотрю. И черный вариант. Ремня тоже будет актуальным. И тот, и тот подойдет. Даже, наверное, черный будет лучше, чтобы меньше было оттенков бежевого. Черный дружно. Так, еще у меня есть красивый... У меня... Уже у меня есть красивый жакет. Который тоже здесь дружно будет смотреться. Оп. Вот. Видишь, они уже перекликаются, более интересно становятся. Сумочку. Сумку мы возьмем черную. Большую или маленькую. Зависит от того, что тебе нужно туда будет сложить. Патильоны черные с острым каблучком тоже здесь будут актуальны. Ну и туфли тоже. Давай так. Оп. Фотографируем. Сверху мы накидываем либо на плечи черную шубу. Вот это пальто тоже не подойдет, потому что у него холодный оттенок. Можно еще дубленки. В общем, два варианта здесь. Шуба и дубленка. Если на холодное время года будем собирать. Собрали максимальное количество образов с этими джинсами. Тоже их убираем. Переходим к следующему поясному изделию. Джинсы шикарные. Я хочу показать тебе, сделать фотографию. Да, ты можешь их с джемперами, там фальто сверху накинуть. Но я поняла, что ты не носишь с блузками джинсы. Можно голубые добавить. Можно добавить юбку. Красиво будет вообще с этой блузкой. Плотные колготки, батильоны с острым носиком. Или просто на голую ногу с босоножками. Миксуй. В общем, до юбки мы еще доберемся. С джинсами. Здесь однозначно будет черный ремень. Черные батильоны. Сумочка элегантная. Такой прям old money. Сверху на плечи накидываем либо шубу, либо дубленку, либо черное пальто. Очень красивое сочетание будет голубых джинсов с черным верхом. Все, здесь просто минималистично. А еще я бы добавила сюда. Надо посмотреть под джинсом, какая длина у них. Как раз, прям тютельку в тютельку, да, можно надеть. Тогда вот это будет супер. Тогда вот эти будут коротковаты, скорее всего. Это будет очень красиво, элегантно. Ничего лишнего, как ты любишь. Украшения. И украшения я бы добавила сюда. Только серьги. Просто здесь есть акцент на блузке. Здесь не видно, наверное, на камере, но здесь сердечки. Будет симпатично, минималистично. Давай обыграем юбку. Понятно, что ты можешь надеть с каблуком, с черным жакетом. Это классика. Ты так и без меня наденешь. Но давай попробуем миксануть на повседневку, например. Я бы что сделала? Я бы добавила сюда немножечко разгильдяйство. Попробую. Взяла бы свободную белую футболку. Наверное, она больше, да, чем джемпер? Скорее всего. Сейчас возможно, вот, придется, примерить. Хочется, чтобы из-под джемпера торчала футболка. Но, наверное, надо поменьше размер. Есть что-то поменьше с футболок белых? Длинных нет. Чтобы она торчала? Нет, нет. Можно будет сейчас померить. Давай померим, пожалуйста. Джемпер свободный. Можешь поднять рукав, если хочешь, чтобы мытали немножечко, как будто бы показали. Так, и кроссы. Нет, все-таки носки надо будет спрятать. Ну-ка, посмотри сюда. Как тебе? Наверное, лучше без футболки. Нет, футболка тоже классно добавляется. Нет, футболка, прикольный слой. Можно сделать сюда вариант футболки чуть потоньше. Может быть, у Виталия возьмешь. Да, он уже возьмет. Ну-ка, покажись сумку. Вот эту расслабленную. Можно маленькую, если ты вечером пошла прогуляться. А можно вот эту на плечо. И детей проводить в школу. Видишь, она стоит колом. Надо просто более мягкую футболку, и будет прикольнее смотреться. Такое разгильдяйство. Мне нравится. Сфоткай, подожди, чтобы ты помнила. Это на голую ногу, без верхней одежды, на лето, например. Классно. Вообще, юбка супер. Носи ее. Сейчас толстовку какую-нибудь черную можно добавить. Плотные колготки, дубленку и грубые ботинки. Супер. Мне нравится лучок. Футболку только более мягкую возьмем, и все. Смотри, какая у тебя есть основная проблема в гардеробе, которую я сейчас наблюдаю. У тебя одежда преимущественно в теплых оттенках. Например, брюки теплые. Теплые даже вещи белые, они все чуть-чуть молочные. А верхняя одежда практически вся в холодных оттенках. И поэтому их между собой сложно миксовать. Вот. Это то, что я заметила на будущее, когда мы будем собирать комплекты. Я тебе покажу, чтобы ты обращала внимание. Когда ты покупаешь верхнюю одежду, то ты понимала бы, например, как минимум 5 образов из твоего гардероба, которые подойдут к этой верхней одежде. А не так, что мы взяли, понравилось, а потом не знаем, с чем носить. Классика. Я хочу вот это. А есть от этого жакета желтые брюки или что-нибудь? Блин, мне хочется вот этот еще чем-нибудь миксануть. У нас есть молочная юбка, которая мне очень нравится, с холодным оттенком. Так бы я не стала. С бомбером тоже, видишь, бомбер немножко. Здесь он более кипельный, а здесь уже такое оттенок более теплый. Тогда мы можем взять с чем-то очень ярким. Например, взять юбку такую. Ой, у нас есть очень красивый джемпер. Плавандовый, который мы можем миксануть с пальто. Здесь мы можем надеть белые леггинсы и какие-нибудь белые кеды. Это когда будет холодно. Так можно носить. Когда будет тепло, ты можешь с детьми пойти прогуляться, надеть юбку в свободном формате, не заправляя толстовку. Если мы уберем здесь пятнышко, не забываем его убрать. Можно вот так вот с носочками. Можно носки взять зеленые, чтобы повторить оттенок, будет очень прикольно смотреться. Сумку я бы не стала здесь добавлять, наверное, уже вот эту, потому что, видишь, как будто бы хочется что-то либо белое, либо уже яркое цветное. Сейчас посмотри, что у тебя есть. Из сумок сюда ничего не подходит. То есть этот образ. И сюда я бы добавила очень много украшений. Вот прям хочется много-много цепочек добавить. Хочется добавить сюда. К зеленым очень хорошо смотрятся именно желтые украшения. Может быть, есть еще браслеты. И многослойность какую-нибудь. Вот, кстати, очень красивые серьги. Вот эти сюда тоже подойдут. Либо эти, либо эти. Браслет. Можно их много. Если у тебя будет больше браслетов, прям надевай. Все разом. Ну и верхняя одежда здесь. Я бы добавила, например, белый пуховик, если это будет холодное время года. И опять же белые леггинсы. Но здесь у нас образ получился на более теплая. А есть еще белая джинсовка. Да, но она, по-моему, у нас тоже немножечко потеплее. Ну-ка. Немножко отличается. Вот на самом деле это не критично. Я так не люблю. Я так не миксую. Хочется более чистый комплект. У меня белый жакет тоже не подойдет. Он молочный. Смотри, мы можем тоже интерп... Так, ну блин, нет. Хотела черное добавить, но там черной колготки не красиво будет. Ну вот такие спортивные верха ты можешь добавлять. Можешь ту с зеленой надписью. Будет очень классно, если ты наденешь, например, толстовку, а на плечи завяжешь зеленую. Тоже будет классно смотреть. Сейчас я покажу. Это все на прогулку с детьми, когда ты не хочешь сильно заморачиваться, но при этом хочется какого-нибудь изюма. Мы просто намотаем на шею, добавим украшения, браслет и серьги. Как тебе показать-то? Так и так будет понятно. И серьги. Вот будет повторение зеленого, тоже будет интересно смотреться. Такой прикольный стилистический прием. Обожаю эту юбку у тебя. Хочу ее сделать, добавить в такой немножко университетский образ. Здесь у нас будут плотные колготки. Кстати, здесь можно даже темно-синие колготки купить, поиграть. Потом мы добавляем красные носки или черные колготки плотные. А у тебя есть полупрозрачные или плотные черные колготки? Вот сейчас их добавим. Добавим потом носки, потом добавим лоферы. Сверху можно по объему проверим, по плечам сейчас примерим, на всякий случай добавить жакет. Если будет узко в плечах, жакет не будем сюда надрять. И сверху я бы накинула бы на плечи, если это холодное время года, какую-нибудь шубу твою, например. Если это теплое время года, то вообще ничего не нужно даже добавлять. Сюда еще сумочку, ну любую. Давай вот эту. Здесь тоже желтая фурнитура дружит, все хорошо. И аккуратные серьги. Все, даже на шее я бы не стала сюда ничего добавлять, потому что уже акцент на костюм, на носочки. И так достаточно всего много. Давай, пожалуйста, проверим, посмотрим, как это вживую будет. Хорошо. О, Боже, как красиво. Мне вообще очень нравится. Смотри, мы можем здесь чуть-чуть подзаправить и отметить талию, вытянуть длину ног. Ну как всегда, повернись. Если мы это не сделаем, то тоже нормально. Тебе, кстати, и так, и так неплохо. Мне очень нравится. Так комфортно. Так красиво. Тебе так комфортно, так оставим. Мне нравятся носочки. Ты так пойдешь, если вот... Да. Я тебе этот образ... Давай проверим. Все-таки жакет. Если он будет тесный, то все. Мы сюда не сможем. Тесновато. Все, снимай. Тогда мы можем посмотреть. Там, наверное, дубленка. Давай попробуем дубленку. Например, надели ее. Давай на плечи накинем. Да, в принципе. Для зимы как-то нее не нравится. Давай мы оставим это на прохладное время года. На прохладное лето. Теплое очень мощное. Здесь можно белую футболку снизу поднадеть, чтобы еще белый перчал, было классно, перекликалось бы с белой пуковицы, с белыми полосочками. И сюда можно просто добавить черную сумку. Или ту маленькую элегантную Сент-Лоран, которая у тебя из Шелкен-Тау. Конечно, хочется это прогладить, будет совсем другой вид. Но выглядит классно, мне нравится. Здесь еще можно, между прочим, добавить роскошное, объемное красное пальто в пол. Тебе вообще, кстати... Нет, тебе не надо. Здесь практически ни с чем это не миксуется. Это с черной. Ну, вообще, как вариант, да. Либо черное-черное длинное пальто, тебе будет совсем миксоваться. Но я, опять же, не хочу тебе черное. В общем, я тебе буду показывать все образы, которые я подготовлю на шоппинге, и они тоже будут между собой все миксоваться. Красиво, нравится мне. Классный ход. Здесь можно сделать, например, черную водолазку и надеть этот жакет. Тоже будет очень хорошо, гармонично. Классный акцент будет в виде вот этого костюма, клетку и красными кусочками. Так, пойдем дальше. Красивый, элегантный образ. Можно так пойти в ресторан, можно так пойти в театр. Айгюль любит такой стиль. Мне кажется, очень будет уместно для некоторых ее красивых выходов. Так, наш вывод по этой юбке. С верхней одеждой не дружат, поэтому я бы тебе ставила на лето, надела бы, например, с белой объемной футболкой, немножко подзаправила в талии, чтобы подчеркнуть ее. Можно также надеть бусы, либо какие-то стразы, либо что-то такое интересное, акцентное по украшениям. И добавить, например, яркие носочки и белые кеды. Будет прикольно смотреться, поэтому на лето я бы тебе ее оставила. Сейчас мы распределяем жакеты. Я распределяю от светлого к черному. И когда у нас есть еще цветные варианты, то мы их распределяем по цветам радуги. То есть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Вот здесь у нас идет желтый, потом жакет, в котором присутствуют и зеленый, и красный. И будет красиво смотреться. И заканчиваем всегда на черном. И по такому же принципу мы распределяем какие-нибудь толстовки, футболки, если есть цветные. Здесь у нас будут джинсы. Я их распределю тоже от светлого к темному, слева направо. Также я все вещи, которые здесь были у Айгюль, развернула лицом к выходу. Так мы, когда заходим, будем видеть вещь с лицевой стороны. Это будет более удобно. Внизу тоже сейчас все распределим по семьям, по цветовой гамме. Ну и в дальнейшем Айгюль поменяет плечики и будет еще более гармонично. Все. Здесь у нас будут лежать джемпера. Есть гардеробные, иногда такие, что у них еще уже вот эта вот полочка. И каждая полочка рассчитана на одно изделие. Здесь она пошире, поэтому мы уложим сверху еще некоторые варианты. Вообще, в идеале, конечно, если вы храните кашемировые вещи, то на кашемировую вещь сверху я бы ничего не добавляла, но у нас здесь в составе есть и хлопок, и шерсть, поэтому здесь это позволительно. И таким образом хранение трикотажа тоже будет довольно бережным. Здесь мы распределили джемпера от самого светлого к черному. Тоже можно открыть. Но здесь будет по две вещи друг на друге. В сути это будет довольно комфортно. Здесь мы распределяем джинсы. Начинаем с белого, заканчиваем черным. Брюки. Брюки, наверное, я бы сюда перед темно-серым разместила. Черный в самом конце. Если у нас будет побольше поясных изделий, наверное, здесь некоторые можно попробовать даже в два ряда. Но я бы воспользовалась все-таки прищепками по возможности. Если есть для брюк или юбок, то мы юбки распределим уже с прищепками. Скажи, не против, если я сюда еще юбку джинсовую твою? Не забудешь, что здесь не только джинсы. Все, и будет красиво, гармонично. Все, светлого к темному. Класс. Опа, джинсы. Все, супер. Красиво. Так, дальше продолжаем. Толстовки от светлого к темному и к яркому. Ой, вот это трикотажное я бы тоже убрала с плечиков и положила на полку, чтобы у него не вытягивались плечики. Так, яркий вариант. Первые слои у нас здесь будут базовые, с краю немножко. Конечно, одинаковые плечики вообще сразу по-другому будут смотреться. Здесь у нас домашняя одежда, пижама. Игель просила не трогать, поэтому у нас так останется. Так, здесь еще очень круто, что у нас между жакетами будет пространство, и жакеты будут выглядеть всегда опрятными, долго можно будет их носить. Это вообще очень классно, когда есть пространство между вещами. Это большая роскошь, между прочим. Так, давай юбки. Сейчас покажу, что мы сделали с юбками. Вообще, я люблю распределять юбки сначала от светлого к темному, именно мини-варианты, а потом уже длина макси идет. Так их видно лучше, когда они висят все вместе. Все, от светлого. Сначала у нас идут мини, потом идут уже макси. От светлого к черному. И желательно одинаковое пространство создавать между плечиками. Будет очень красиво. Продолжение следует... Подведем итоги нашего разбора гардероба. У тебя, в принципе, базовый гардероб практически полный. Я добавила бы сюда только хорошие базовые белые кеды, которые ты сможешь с платьями надевать и с джинсами, потому что у тебя... Но Nike это не базовые белые кеды, да, и кроссовки белые, это просто кроссовки. Нам надо белые кеды, это точно мастхэв в твоем гардеробе, и они будут пользоваться спросом. И вообще твоему образу жизни очень подходит. Еще бы я, возможно, я знаю, что ты просила рубашки, возможно, бы добавила, которые можно завязать и на талию, которые можно под жакет какой-то второй слой добавить, возможно, под бомбер, например, тоже хороший будет вариант. Я бы рассмотрела для тебя еще косуху в будущем. Наверное, не скажу, что черную, возможно, я бы подобрала ее по оттенку, по тот гардероб, который мы тебе подберем. И еще раз у тебя есть запрос собрать, увидеть себя с новой стороны, я бы не стала сильно отталкиваться от твоего гардероба. Я бы тебе собрала такой гардероб, который тоже будет миксоваться между собой, и он будет гармоничен именно по оттенкам, потому что, я еще раз повторюсь, твои вещи некоторые теплого оттенка, некоторые холодные, они сами по себе классные, и просто они не миксуются. Мы тебе соберем на шопинге, то, что будет между собой с закрытыми глазами миксоваться, тебе будет легче. И, возможно, к тому, что мы возьмем, ты из своего гардероба сможешь что-то добавлять по тому принципу, по которому мы сейчас выстраивали образы, начиная с поясного изделия. Мне мой фронт работы понятен, примерно понимая, что я хочу тебе предложить, я, конечно, за сутки все подготовлю, ты придешь, там уже будет все готово, ты будешь все примерять, надеюсь, тебе это все понравится, но я буду предлагать разные варианты на разные случаи жизни, с разными оттенками, чтобы ты выбрала то, что тебе действительно по душе будет. Спасибо, что дала возможность нам поснимать этот разбор гардероба, чтобы наглядно показать, как это происходит. А с вами мы увидимся в следующей лекции. Пока-пока! Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok